Мы остановились на том, что искусственные нейронные сети значительно отличаются от биологических. Состоят они из искусственных нейронов, которые по сути это линейная комбинация и некоторая нелинейная функция активации. Из них можно собирать всевозможные ацикличные графы и с помощью бэк-пропа эти графы всегда можно обучить относительно какой-либо функции ошибки. Функции ошибки в этот раз я показывал две штуки, хотя придумать можно сколько угодно. Обычно первая используется для задачи регрессии, вторая используется для задачи классификации. Но у второй есть такая проблема, что если мы решаем задачу не мульти-лейбл классификации, когда один объект может одновременно принадлежать к двум классам, то возникает проблема в том, что несколько нейронов могут выдать единичку, остальные нули, и интерпретация в такой системе будет, что у нас объект может принадлежать только к одному классу, а по версии сети он принадлежит одновременно к двум классам. И это как бы не очень хорошо, хотелось бы как-нибудь по-другому. Поэтому мы сегодня сначала рассмотрим, как бы продолжение предыдущего рассказа о бэк-пропе, мы рассмотрим одну дополнительную функцию стоимости, которая немного хитрее, чем вот такие вот две предыдущих. В процессе рассказа у нас будет опять дифференцирование в уме, как в предыдущий раз. И вторая половина лекции у нас будет посвящена всяким извращенным топологиям, но пока еще не глубокое обучение. Пока просто мы увидим, что мы не ограничиваемся теми нейронами формата Маккала Капицы, а можем, в принципе, придумать и любые нейроны, и любые слои, и вообще что угодно творить с нейросетью. Переходим к третьей функции активации, которая немного хитрее. Допустим, у нас есть множество объектов, где каждый объект принадлежит какому-то одному классу. В той же задаче ImageNet, например, там аж тысяча классов. А товарищи из Оксфорда, которая лаборатория Visual Geometry Group, они решают задачу классификации аж на 83 тысячи классов. То есть у них 83 тысячи нейронов на выходе, и что до недавнего времени оказалось крайним извращением. И я, например, первый раз это услышал, я даже не поверил, что оно работает. Но оказалось, по их демонстрациям у них на сайте все это действительно работает. Они ездят с камерой по городу, и камера считывает надписи рекламные в городе и считает представленность рекламы в Лондоне. Также они анализируют видеопоток BBC News, по-моему, тоже считают представленность рекламы. И видов их 83 тысячи примерно. Так вот, такой вектор мы можем, естественно, закодировать one-hot-encодингом, где единица на индексе того класса, к которому принадлежит объект. И мы хотим, чтобы... А, ну и такое кодирование, это, в принципе, вероятностное распределение, вырожденное с такой вот дельта-функцией. И мы хотим, чтобы нейросеть выдавала нам тоже вероятностное распределение, которое было бы честное, суммировалось бы в единицу. Ну и желательно, чтобы максимальная вероятность была на том классе, которому действительно принадлежит объект. В самой последней лекции мы рассмотрим такую идею, как дистилляция знаний из нейронной сети, это из последних статей Хинтона. Там он умудряется в процессе обучения сети использовать даже знания об ошибках. То есть, например, если на объекте находится кошка, а нейросеть говорит, что на объекте собака с вероятностью 51%, а кошка с вероятностью 49%, то он как бы использует эту информацию как меру сходства между классами. То есть, если нейросеть ошибилась, то, наверное, между этими двумя классами есть какое-то сходство. Но пока мы ничего этого не используем, мы просто хотим, чтобы максимальная вероятность находилась на том индексе, которому действительно принадлежит объект. Ну и естественная мера между вероятностными распределениями. А, ну, обозначение P — это у нас истинное распределение, Q — это то распределение, которое выдает модель. Ну, в нашем случае нейронная сеть. И естественная мера между двумя вероятностными распределениями — это расстояние Кульба-Халябнера. И, наверное, уже с ним знакомо, да? Было, да. Вот, которая представляется в виде энтропии и такой штуки, как кросс-энтропия. Энтропия, как видите, зависит только от истинного распределения, поэтому при минимизации этого расстояния ее можно вычеркнуть, и остается только кросс-энтропии. Поэтому есть смысл в подобных моделях оптимизировать только перекрестную энтропию. Давайте вспомним логистическую регрессию. Наверное, нет, да, никого, кому это непонятно на этом слайде. Ну, это простая логистическая регрессия на два класса. Всем понятно, да? То есть мы какую-то вот такую штуку моделируем линейной функцией. Вот это у нас сигмоид, это линейная функция, и интерпретируем это как вероятность. И, возможно, вам тогда говорили, что оно оптимизирует правдоподобие распределения Бернулли, но оказывается, что если взять кросс-энтропию и расписать ее, вот эту сумму расписать, то окажется, вот оно и есть. Это то самое логарифм правдоподобия распределения Бернулли. И, может быть, кто-то знает, может быть, догадается, как естественным способом увеличить количество классов в такой модели. Ну и да, это раз, еще один. То есть это способ хороший, но не совсем честный. То есть мы хотим на выходе получать вероятность на распределение, где будет не то, что мы там обучили несколько регрессий, получили несколько выходов, а в принципе это эквивалентно тому, что нейросеть с несколькими нейронами. То есть, по сути, каждый из них решает задачу один против всех, и мы берем argmax. Но опять может получиться, что несколько нейронов приняли значение единицу. Ну и не очень злобно. То есть хотелось бы честную. Нет, не линейная. Она же у нас не линейная. Ну то есть мы... Вот тут у нас расписано просто для двух классов. То есть вероятность того, что объект принадлежит классу единицы. Ну и мы расписали. То есть вообще говоря, наверное, по биосу можно и расписать сколько угодно классов. А дальше можно оптимизировать эквивалентность эквивалентной эквивалентной для распределения... Да, оно и есть. Но можно попроще сказать, мы просто вводим... То есть до этого мы вводили одну гиперплоскость, вот эту вот, которая разделяла два класса. А теперь мы для каждого из них... Ну то есть для каждого из классов вводим свою линейную комбинацию, по сути, свою гиперплоскость какую-то. До этого у нас было вот в таком вот виде всё. Ну и естественно, это можно переписать вот. Ну то же самое, где обозначить z как некоторый нормализирующий сумматор, нормализирующая константы. Ну она действительно константа, потому что это будет сумма по всем классам. Ну тут на самом деле написано про распределение Больцмана и Гипса только из-за того, что у нас следующая лекция будет вообще полностью посвящена этому. Пока можно на это не обращать внимания. Так вот, для каждого класса вводится свой вектор весов и получается вот такая вот штука, где сверху экспонента от линейной комбинации того, что y принадлежит к классу c и нормируется по всем классам. Это очевидно? И как такое можно представить в виде нейросетки? Ну это естественное расширение вообще блок-эгрессии, оно иногда ещё называется макс-энд, модель максимальной энтропии. Что? Что, никак? Нет. Там же получается числительную матрицу весов в степени. А как мы выбираем для конкретного x конкретно? Ну, то есть, теперь у нас, вообще, когда у нас было там три класса, у нас было три нейрона, у каждого из них был свой набор весов. Но, в том случае, когда было просто правдоподобие на каждом нейроне, у нас выход каждого нейрона не зависел от всех выходов других нейронов. Ну, тут вот, как бы, получается, что оно зависит. То есть, мы можем, ну, нам, естественно, придётся закодировать каждый класс своим нейронам, и у каждого нейрона будут свои веса. То есть, это вот эти вот v. Вот. Но теперь получается, что выход каждого нейрона зависит от всех остальных. То есть, к нам пришёл сигнал, мы посчитали линейную комбинацию с каждым набором весов, получили z. Ну, z – это вот сумматор из прошлых лекций. Вот. Теперь вот такая хитрая штука, что мы в качестве нелинейности берём экспоненту, и, по идее, в старой модели нам пришлось бы взять экспонент и сразу выдать на выход. Вот. Ну, в... Ну, да, вот. То есть, здесь у нас экспоненты. Вот. Но, так как это немножко другая модель, мы ещё берём, считаем нормализирующую константу, и вот теперь выдаём y. И, естественно, получается, что... А, ну, вот y – это называется softmax-функция, противоположность. Есть такое понятие, как soft assignment и hard assignment. Hard assignment – это вот как раз-таки, когда все нули и одна единица. То есть, мы берём arcmax, его максимизируем, все остальные обнуляем. Получается вырожденная вероятность на распределение. И есть soft assignment, когда мы выдаём какую-то гладкую кривую. Вот. Ну, здесь как бы дискретное пространство, но всё равно она плавает. Вот. И вот эта штука называется softmax. И весь этот слой называется softmax-слоем. И сейчас никакую статью по нейронным сетям не откроете, если там задача классификации, а в последних статьях вообще почти всегда задача классификации, то всегда будет именно softmax-слой. Уже той версии с правдоподобием вернули, уже нету. Функцией стоимости в этом случае является кросс-энтропия. Ну и теперь нужно проделать всё то же самое, что было на прошлой лекции с бэкпропом, но с учётом того, что функция стоимости теперь другая. Теперь уже не получится по тому шаблону подставить любую вообще функцию вот из-за того, что здесь присутствует этот z, который зависит от всего остального. и так, y это y вот, нужно посчитать в уме вот эту штуку. На самом деле, вот когда я первый раз это руками выводил, иногда полезно перед тем, как читать дальше, повыводить руками, вот, и я, конечно, ожидал, что производный будет как-нибудь лютый вообще. То есть это кросс-энтропия, в неё подставится вот это вот, и всё это, когда я продифференцирую, но в конце мы увидим, что магическим образом оно превратится в маленькую штучку. По сумматорам. внизу квадрат суммы, где-то житый у нас за сумму минус... где-то житый квадрат. То есть, а, всё, значит, сверху у нас... То есть, обратите внимание, что y житый и это житый, то есть, индексы равны. Ну да. Да, да, да. Тогда всё хорошо. Вот такая штука получается. Я бы в уме, наверное, не смог бы, но в итоге... Я дошёл где-то до предыдущих. Прежде с ним и срочно. Этой? Да. Ну, круто. Ну, вот можете посмотреть и вот оказывается, что конкретно производная softmax функции по сумматору того индекса, который находится в числителе, то есть, вот он, получается, вот такого вида. Дальше мы ещё посчитаем для индекса не такого, который в числителе, но пока это как бы не надо. Мы до этого придём. Ну, как бы, видите, производная здесь довольно-таки простая. Вот. И вспоминаем backprop, то, что это простой градиентный спуск, приходилось продифференцировать по каждому весу. В итоге задача сводилась к тому, что вот это выводилось через выход предыдущего слоя и умноженное на производную по сумматору текущего слоя. Вот. И с этого момента можно продолжить. Ну, вот эта производная, вот её действительно можно в уме почитать, она простая. Хотя ты и ту посчитал в уме. Игрек – это софтмакфункция. Да. Я могу выдать отмотаю. Вот, то есть это Это будет TGT делить на YGT ZGT умножить на производную Y, которая софтмакса. Что это имеет слайд? А, ну да, DE по DZ, DE по DZ. Я сам не ожидал, что здесь будет немножко сложнее. Давно не открывал. Так вот, ну, стандартная декомпозиция, из которой вообще весь бэкпроб построен, разложили. Вот это, ну, похоже, только что посчитали, да? Мы считали на предыдущем. Да, это на предыдущем мы посчитали. А, ну и очевидно, почему здесь сумма? То есть тут просто житый, а теперь еще сделали декомпозицию по итому. Но на самом деле декомпозиция тут возникает из-за того, что у нас в знаменателе Z, который зависит от всех выходов, и, естественно, нам приходится сделать декомпозицию через сумму. Вот, ну и что дальше? DE по DZ, получилась сумма, это мы только что посчитали. А DE по DY, ну, ты уже правильно сказал. Нет, я не правильно сказал, я сумму не увидел, и все плохо. Ну, на самом деле, смотри, DE по DY, а Y пробегает по всем, и там сократятся куча всего. Ну, а вот сразу ответ. Из-за того, что мы дифференцируем по житому, да, ну, в итоге DE по DY получилась вот такая вот штучка. DE под, нет, сейчас, это DE под DY и T, мы сейчас считались на эту умножить на DY и T под DZ и T, под DZG и T, и потом суммируем по И. Следующий слайд, и вот сейчас вот, 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 DY и T под DZG, и там будет два случая. Нет? Вообще да. Вот. Там будет два случая. Потом еще. Не, ну, ты прав. Так вот, в общем, вы уже опередили то, что я должен был сказать, потому что я должен был еще вспомнить, что у меня на слайде. DE по DY у нас получилось простое отношение, и вот они, два случая, про которые я только что говорил. Вот этот мы посчитали только что, ну, выше, и остается посчитать при item, неравную житому. То есть теперь мы дифференцируем softmax функцию по одному из сумматоров, который не в числителе. А, ну, это будет снизу квадрат суммы, а сверху E в степени ZG, T, N, E в степени ZG, T, S. Все согласны? Нет. Квадрат суммы, E будет сумма с числителя, потому что сумма сократится в номере числителя нулевого. Сейчас еще раз, производная числителя ноль. А, минус, минус EG на E, T. Ну, да, E в степени ZG, T, да. А, да, понятно, круто. Ну, то есть в итоге в числителе оказалось экспонент и экспонент, у нас Z квадрат, экспонент на Z это Y, и получилось минус Y и YG. И вот они получились, два случая. При равном будет такая штука, при неравном вот такая штука. И теперь собирается все вместе. Надо было продифференцировать E по ZG, оно декомпозировалось, получилось два случая. И на следующем слайде вот такой вывод. Тут я уже в умении говорю, тут надо будет сказать мне, что будет после последней выплатки. То есть теперь все вот это вот, все вот это вот, собирается вместе. Вот эти два случая, видите, они расписаны вот так. То есть вот этот вынесенный в скобок, а этот остался в камеру в скобках. Вот до отсюда мы согласны со всем? А вопрос в чем? Вопрос в чем, что дальше? А T это же просто коэффициент какой-то? T это данный эффект. То есть TG, T это единство или 0. Ну, единство, все равно. Да, все верно. Сколько получится единицы, и вся производная DE по DZ превратится вот в такую штуку. Почему единица одна? А потому что это one-hot encoding. Мы кодируем входной образ, например, с тысячу классов, и один из классов это кошка. И если у нас на картинке кошка, то в индексе, где кошка единиц, остальные нули. То есть это вырожденное распределение. И мы хотим тот вектор, который выходит из нейросети, приблизить к этому. Давайте с самого начала пролистаем. А, он в самом начале. То есть реально мы рассматриваем. Рассматриваем крайний слой выходной. И вот с этой вот функции стоимости. То есть T всегда был здесь. А если вы вспомните... А, ну хотя как бы вспомните. В общем, градиент от минимизации среднеквадартического вклонения, он такой же. Да, это не знаю. Вот. То есть получается очень странно, что мы вообще решаем другую задачу вообще, а функция градиента у него такая же. Поэтому, когда у меня первый раз это получилось, я полез в книжку, где все это было написано и стал смотреть, где я ошибся. Потому что мне было странно, что вроде как совсем другая задача решается, а градиент получился такой же. Ну это же мелочи. И в итоге что мы получили? Получили, что мы теперь можем к любой нейросетке приделать этот softmax слой, который будет выдавать некоторое вероятностное распределение, которое честное распределение с точки зрения вероятности, честно посчитанное. Вот, оно честно суммируется в единицу, ну и все такое. То есть мы не делали никакой специальной постнормализации, то есть мы оптимизировали уже функцию, которая выдает вероятностное распределение. Ну и, как я сказал, уже... Какие пунктирчики? Какие-то точки. Какие-то точки. Много, видимо, что много слоев. А, это, ну да, много слоев, много нейронов. Вот, ну то есть в этих, в нейросетях у группы VGG, вот у них вот здесь 83 тысячи штук. Ну да. И неожиданно, но оно работает. Вот, ну и неожиданно для меня, для них это, конечно, неожиданно, но я удивился. Вот. И маленький нюанс с точки зрения реализации. Вот если реализовать все так же, как было, как я вам на прошлой лекции описывал модель, то вот эта функция ошибки просто так не строится туда. И поэтому, например, я в своем коде похачивал таким образом, что если я передал softmax функцию, то одно, ну тупо if. Если у меня все остальное, то работаем как в предыдущей модели. А почему приходится похачить из-за того, что появилась здесь сумма, а в той модели ее не было, этой суммы. То есть, ну просто реально изменилась топология. Вот. Итак, что мы еще... В общем, да, мы рассмотрели softmax. По-моему, вопросы есть? Ну, у нас осталось из всех оставшихся шести занятий еще две выкладки математические и все остальное все будет вообще одни картинки. Вот. То есть, все это довольно-таки просто на самом деле. Итак, из фишек над нейросеткой мы рассмотрели, что есть регуляризация, она такая же, как и во всех моделях, что вы до этого учили, плюс еще какие-то, которые позже появятся. Можно добавить момент, можно добавить локальную скорость обучения, можно менять режимы обучения нейросети. Ну и сейчас добавится еще парочку вещей. Вот. Перемешивание примеров. Вот все остальное, на самом деле, что пойдет, оно у кого-то улучшает качество обучения нейросетки, у кого-то ничего не меняется. У меня, например, когда я что-то из такого пробую, у меня мало чего меняется. То есть, либо я что-то делаю не так, либо это действительно работает так, как у людей, ну, конкретно на тех данных, о которых идет речь в статьях, где это написано. Ну, вот это как бы не особые статьи, это такие довольно-таки очевидные вещи. Там можно перемешать датасет перед новой эпохой. Эпохой тут называется полный прогон всего датасета. Ну, это чисто такие, наверное, математически это не обязательно. То есть, ну, допустим, нам в первый бач придет пачка, состоящая только из представителей кошек, хотя есть еще 999 классов в имерчнете. С точки зрения математики ничего страшного, ну, мы уйдем там в сторону кошек по градиенту, ну, потом поправимся. Ну, на практике это реально замедляет, и есть смысл подавать такой репрезентативный бач, в котором присутствуют представители, ну, пусть не всех, но многих классов. То есть, если у нас там бач 200 экземпляров, а классов 1000, естественно, мы все не можем туда передать. Вот. Ну, про бач искал стараться делать различные классы. Ну, часто бывает, когда распределение по классам искажено, скажем, там, 10 экземпляров класса А и 90 экземпляров класса Б в датасете. Ну, в лог-регрессии как с этим боролись? Ну, самый простой способ вообще. Ну, на самом деле, ну, может, просто не говорили, но он реально простой и тупой. Надо перевесить сэмплы, а чтобы не заморачиваться с весами, можно посэмплировать из меньшего класса, сбалансировать, чтобы было 50 на 50, и подать. И просто, когда количество сэмплов класса А, который был меньше, оно увеличится, то будет учитываться по несколько раз каждый из них. Ну, и по сути, это и есть вес. Ну, и такой же трюк используют в нейросетях, когда просто подмешивают в бач искусственным образом недостающие классы, чтобы выровнять распределение. Но я, например, от этого ничего не делаю. Вот это только делаю. И то я вот так делаю, я беру пачку, всю ее перемешиваю, потом уже иду по бачам. То есть я не считаю, какое там распределение в каждом баче получилось. Ну, предобработка данных тоже, наверное, ничего нового в этом нету, как и для любого алгоритма машинного обучения. Ну, наверное, кроме деревьев, там есть смысл выровнять среднее, выровнять ковариацию, нормализировать. Ну, например, в Scalurney класс стандарт скейли, который вычитает мат ожидания и делит на стандартное отклонение. В итоге мы получаем, что фичи распределены, ну, не распределены, конечно, нормально, но у них мат ожидания 0 и стандартное отклонение 1. Поэтому, в принципе, для всех тех алгоритмов, где присутствует какая-то гладкость, где мы считаем всякие расстояния, SWM, нейросети, регрессии, логистики, логи и линейные, и все такое подобное, есть смысл делать вот эту предобработку. Во всех моделях типа дерева, где масштаб фич не важен, там этого можно и не делать, ничего от этого не поменяется. Скорость обучения. Ну, что-то, по-моему, в прошлый раз я что-то про это говорил, что если она слишком большая, мы будем скакать по... Ну, то есть, по сути, линии уровня это какая-то чаша, и он будет скакать по ней, из-за того, что ошибка большая, и поэтому большую... Ну, обычно там начинают с одной десятой, одной сотой, и дальше уже либо увеличивают, либо уменьшают в процессе, либо вообще не меняют. И, как правило, ошибка, если она не сильно большая, то она влияет только на скорость, а не на качество. То есть, ну, либо вы там за день обучите не растет, либо за неделю, но в итоге, в принципе, вы придете к одному и тому же решению. Вот, а там вообще рельеф, рельеф полностью адский. То есть, поэтому очень маленький, нет смысла, потому что ты попадешь в очень локальный минимум, очень большой, нет смысла, ты проскочишь тот, который... Тот из локальных, который был более-менее нормальный. Вот, поэтому... И вот есть эта штука с локальной скоростью обучения, когда у каждого веса своя скорость получается, то есть, в какой-то координате можно быстро бежать вниз, в какой-то координате надо аккуратнее идти, поэтому... Но это реально замедляет. В глубоких сетях сегодня это вроде нигде не используется, потому что, ну, там, у VGG-19 650 миллионов параметров. Ну, то есть, это как бы совсем много. То есть, когда у вас признаков там... Ну, параметры... Вспомните, у линейной регрессии там есть у него параметров ну, и без полиномиальной регрессии. Ну, столько же, столько фич. Вот, то есть, ну, Тут 650 миллионов. Ну, вот, такой вот трюк со скоростью обучения. То есть, я... когда обучаю... Ну, либо с локальной скоростью обучения, либо без. То есть, в локальном, мне снова существует базовая какая-то скорость обучения, там, например, односоте, который либо мультипликативно штрафуется, либо адъективно бонусы идут. Ну, помните, локальная скорость. Вот. Но все равно есть какая-то базовая. Ну, или если локал гейна нету, то так и есть. Просто базовая скорость обучения. И вот мне реально помогает такая штука. Идет какой-то процесс обучения. Синяя, это у нас CV. Красная, train. Вот оно идет, идет, идет. Я обычно задаю такой параметр, как процент, насколько сильно может увеличиться ошибка кросс-валидации. мне нужен маркер. Вот он. То есть на каждом шаге я логирую глобальный минимум, который был достигнут в процессе обучения. Вот он, допустим, этот. И, допустим, тут у нас 0. Это какое-то расстояние h. И тут ошибка начала расти. Ну, именно кросс-валидация. То, что train error, на него вообще пофигу. Он в идеальном случае постоянно падает. То, что она начала расти, дальше будет картинка. Надо, я сразу покажу. То, что она начала расти, вообще как бы ничего страшного нет. Вот, например, это без той штуки, которую я вообще сейчас рассказываю. Она падла-падла, потом, видите, какой-то скачок был. То есть, по идее, можно было остановиться, но если не останавливаться, вот она что-то пошла вверх, потом пошла вниз опять. Потом, вот этот у меня примерно занимает на Тесле к 20 в час. Вот это расстояние. И, в принципе, вот когда я смотрел лог в консоль, я думаю, ну, наверное, вырублю уже, что она вышла сюда. А был уже вечер, и я думаю, ну и ладно, завтра посмотрю. Вот. А пришел, у нас еще день, включил, а смотрю, она вон шла-шла, потом взяла, упала куда-то вниз, и начала вот так падать плавно. В итоге вот тут она остановилась. Вот. Так вот, то есть, не надо сразу же отключать, останавливать обучение, если она начала расти. У меня такой параметр есть, насколько процентов от этого H можно возрасти, ну, то есть, какой-то такой интервал, в котором можно колебаться до тех пор, пока сеть становится. Вот. И вот этими зелеными линиями у меня отмечена следующая вещь. Как только ошибка вышла из интервала, я откатываю веса к глобальному минимуму, то есть, вот обрезаю вот здесь обучение, восстанавливаю веса, которые были здесь, делю ошибку, например, на 10, и видите, она, то есть, это что значит, что был глобальный, то есть, когда была поверхность ошибки, я, не, это не очень наглядно, вот так вот была поверхность ошибки, я остановился где-то вот здесь вот, и следующим шагом я перескочил. Поэтому, и пошел дальше, вот она начала расти. Поэтому, когда она сильно возросла, я откатился вот на этот шаг, уменьшил скорость обучения на порядок, она стала не одна сотая, а одна тысячная, и продолжил обучение, она начала падать, потому что теперь она шагнула не настолько, а вот настолько, соответственно, она шагнула вот сюда, и вот она пошла падать. И еще раз, она попала в какой-то такой вот овраг, глубокий, начала расти, произошел откат, то есть, здесь просто не показано, но вот она где-то там начинала расти, произошел откат назад, и вот она вот тут вот уже остановилась. То есть, я там ставлю какой-то параметр, типа, если мы дошли до ошибки в одну миллионную, то, ну, значит, мы уже очень медленно будем спускаться, давайте останавливаться. Почему уменьшается скорость спускания? Нам не по-моему, 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 перепрыгнуть? Почему надо перепрыгнуть? Нам надо перепрыгивать, может быть, в начале, когда мы только начали спускаться, но когда мы уже вышли в плато, нам желательно попасть в какое-нибудь минимум, иначе вот мы не факт, то есть скорость уже такая медленная, что не факт, что мы встретим еще один овраг. А здесь она настолько быстрая, что мы сможем исследовать еще большую часть поверхности ошибки. Но в этом случае мы идем настолько медленно, что мы пробегаем там один процент, может, по сравнению с тем, что мы пробежали за все прошлое. Да, то есть мы то есть следующий шаг мы перепрыгнули, это плохо. Вот здесь. Вот здесь, может, это, конечно, и неплохо. Если здесь мы перепрыгнули, то это уже плохо. То есть мы потеряли такой локальный минимум. Поэтому мы откатились назад, и ошибка уменьшилась, и теперь следующим шагом я не сюда прыгнул, а сюда. ну вот, это без вот такой вот штуки. Как вы меняете вот так, но запустимое? Или оно остается таким? Или вот этот интервал, просто сколько-то процентов. Да, именно вот сколько процентов от минимума, который вообще был глобально достигнут. То есть вот тут она начала расти, и вот она вышла из интервала. В этот момент происходит откат. Какой-то минимум умноженный там на один? Ну да. Произошел откат вот сюда, и вот тут она начала опять падать, но уже значительно медленнее. Вот. И вот он где-то был новый глобальный минимум, теперь аж чуть-чуть изменилось. Вот она начала расти, и опять произошел откат. и вот как-то вот так вот. Инициализация. Сегодня вот очень много говорят про хитрую инициализацию, и говорят про такую штуку, как предобучение нейронной сети, и на четвертой лекции мы увидим, что это предобучение, это вообще был такой прорыв в обучении именно глубоких нейронных сетей. Но до того, как случился этот прорыв, инициализация была такой довольно-таки эмпирической. Вот из одной из статей Ликуна и Леона Бату вот такой вот метод. Опять же, то есть предположение, вот сейчас уже логистический сегмоид мало где используется, но тут вот они говорят, что допустим, это логистический сегмоид, допустим, данные уже стандартизированы, тогда есть смысл сохранять это распределение внутри слоев, то есть чтобы из каждого слоя скрытого выходил вектор, распределение которого тоже было вот такое. И там вот я тут сам вывод не привожу, но суть какова. Они приводят такое вот уравнение, говорят, что сигма выхода должна быть вот такое вот, решают это уравнение, и получается, что распределение сигма веса должна быть вот такая вот, где им это количество входов на текущий нейрон в скрытом слое. Соответственно, когда мы инициализируем нейронную сеть, мы берем какое-то нормальное распределение, где мат ожидания ноли, и сигма вот такая вот. Я, честно говоря, все это не пробовал, потому что я, наверное, пропустил этот период, когда я более-менее начал этим заниматься, когда диплёринг только зарождался, и уже появились штуки, как предобучение, поэтому я это даже в жизни не пробовал, но вот по сегодняшним статьям оно как бы вроде и не используется, но это не в кафе, в торте, все, есть куча способов реализации, ой, инициализации, но реально, когда читаешь статью, этого не особо не пишут, а сами использовали кафе, поэтому не так проинцили. Может быть, вот, но вопросов в нейросетях много, открытых, можно использовать, можно не использовать, ну, наверное, конечно, есть смысл просто проверить, когда вы решаете какую-то конкретную задачу, попробовать так и попробовать так, но именно вот предобучение, то есть какая-то хит, то есть, например, используют другую нейронную сеть для того, чтобы инициализировать веса текущей нейронной сети, это работает, и это прямо вот видно, когда ты решаешь задачу, ты видишь эффект. Вот на этом эффект не особо виден, то есть, виден эффект, когда, ну, в моей практике я не видел этого эффекта, виден эффект, когда берешь, инициализируешь мат ожидания 0, а сигму 100, вот тогда ты видишь эффект, что он ничего не работает, когда ты берешь сигму 1,10, да, оно работает, вот, ну, наверное, вот при такой инициализации будет чуть-чуть лучше работать, может быть, не будет, может быть, только у Ликуна на его данных работает. Вот, и, и, ну, на этом у нас всякие фишки с сетями заканчиваются, хотя у нас, в принципе, на каждой лекции будут какие-то вот такие вот вставки по практической части использования, вот, ну, сейчас мы перейдем к топологии. Итак, на картинке Google Net или Google Inceptron, я вам про нее рассказывал, то, что отличается тем, что они, это ацикличный граф, но крайне сложный, и в него поставляли в разных местах функцию стоимости, ну, и картинка это здесь только для того, чтобы увидеть, что мы не ограничены вот вот этим вот. мы можем строить любой граф, какой мы захотим. И, мало того, мы можем еще и менять нейроны так, как мы захотим. Да. В общем, это я должен был просто на сверточных сетях рассказывать. Например, у VGG в 2014 году, когда они ну, там, в M-S-Netе есть несколько номинаций, они в одной номинации второй, заняли в другой первое, и вот в их статье Very Deep Convolution Neural Network там 19 слоев и такая куча слоев из-за того, что у них идут подряд свертки 3 на 3. Они делают три подряд идущих слоя со сверткой 3 на 3, потом уже нелинейность. А, потом пулинг, потом нелинейность или наоборот, не помню, что там, convolution, пулинг, да, пулинг, а потом нелинейность. Вот. И объясняют они это следующим образом, что если у нас есть свертка 11 на 11, это получается на один нейрон 121 параметр, ну, 122 с весом. Вот. А если мы давайте не 11 на 11, 7 на 7, это 49, а теперь сейчас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А теперь, если мы пробежимся сначала сверткой 3 на 3, у нас получится картинка вот такая вот, ну, после свертки. Это раз, два, три, четыре, пять, пять на пять. Еще раз пробежали, получилась вот такая вот. и еще раз пробежали, все свернулось в один. То есть, это три подряд идущих слоя 3 на 3. Это получилось у нас три свертки по 3 на 3. Это у нас 27. А было 49. То есть, они утверждают, что они достигают такого же эффекта, как свертка 7 на 7, сделав стэк из 3 на 3. Там было 49, параметр стало 27. Поэтому здесь такой же смысл вкладывается. Камин-скластеризация. Мы как бы через нее придем ко всему остальному. Ее все помнят? Как она работает? Не сористируем с какими-то начальными случайными местами. Выбираем ближайшие. Берем средние и перемещаемся туда. Итерируемся. Вот как бы оно на картинке есть. Случайные посчитали, кому что принадлежит. Средними пододвинули. Если формально, то есть множество центроидов. Вот такой вот каждый центроид это некоторый вектор в н-мерном пространстве, всего их к штук. У нас есть множество данных, м штук, тоже каждой размерности н, икс, ито это подмножество всех данных, это один кластер. И есть d некоторые меры расстояния, то есть в стандартном алгоритме, где через среднее, это считается, что ну как считается, так и есть, это d это просто эвклидовое расстояние. Какой функционал минимизирует Каминс? Его не обязательно помнить из предыдущих лекций, его можно просто вывести по описанию. Ну давайте так и напишем. Очень похоже просто смысл ты понял. То, что мы пробегаемся по всем классам и внутри класса высчитываем расстояние от элемента класса до центра того класса, которому он принадлежит. И соответственно функция стоимости это сумма всех расстояний таких. то есть для красного класса мы посчитали сумму расстояний всех точек до центра мы просто не стали делить поэтому не дисперсия но смысл тот же. И почему нельзя продифференцировать это дело? ну как параметром что является у нас? То есть у нас неизвестно это вот то есть если параметры вот они есть есть какая-то мера возьмем производную не получится здесь ее взять функция наверное будет не дифференцирована потому что мы можем чуть-чуть подвинуть грубо говоря и у нас какой-то элемент приброс другой кластер и вот это есть и не не приводит к изменению ну а что мешает дифференцировать д вот до этой кредового расстояния сумма идет по кластерам у нас вот сумма по кластерам то есть нам мешает вот эта штука но мы можем на самом деле легко это переформулировать в других терминах чтобы вот эта функция стала дифференцируема ну не ну софтмакс это другое ну максимум можно переписать там как сумму ксов степени корень степени ну вот то есть то же самое переписывается только другими словами другими терминами теперь мы пробегаем по всем элементам х ну множество обучающего множества и в итоговую сумму идет только минимальное расстояние до всех с то есть мы для каждого х вычисляем все расстояния и суммируем минимум из этих расстояния то есть они должны быть ну вы согласны что они одинаковые во непонятно как минимум дифференцировать а можно понятно что у него есть точка в которой он дидифференцируем но и ладно это не сильно помешает мы же как бы находимся не в непрерывном пространстве то есть у нас x вполне ограниченное множество то есть мы можем вычислить то есть если мы как-то запишем вот это выражение как-то его сможем посчитать для конкретно этого x то в принципе нас это удовлетворит вообще пока вы думаете в машинном обучении надо не всегда очень строго подходить к идее ну не очень строго не всегда очень строго математически подходить к решению задачи сейчас я покажу пример и пол посмотреть куда-то заходит и в одном случае взять ну то что и сказал я вам расскажу про один пример когда немного сделав задачу неточной решение получится то есть я вот сейчас все что я сейчас опишу я попал из там сколько сейчас 2000 плеерсов я по-моему где-то попал на 450 что ли место ну это один из первых сабмитов был и в xgboost можно передать в качестве функции стоимости любую функцию стоимости передав первую и вторую производную вот и в этой задаче а вы же видите первая задача функция стоимости вот такая вот и передать в xgboost надо ну y с шапочкой это то что выдала модель а это в моей нотации t то что без шапочки вот и если передать первую вторую производную вот по этой штуке то xgboost будет оптимизировать именно эту функцию вот и первая производная тут получается какая по 2 n на единица минус y шапочкой на y и t умножить на минус 1 и умножить на единицу на y и т правильно по y шишечка да то есть это неизвестно правильно и вторая производная будет просто минус без минус плюс 2 n y и квадрат правильно ну минус на минус ушел вот как бы две производные достаточно вот это передать и xgboost будет оптимизировать ее и по идее вроде как раз задача оценивается по этой метрике то передав вот эту штуку все должно работать ну когда я передал оно не работало вообще никак ну и вот тут как бы стоит применить какую-нибудь хитрость например увидеть что в датасете миллион сэмплов и мы делим на n ну можно ее убрать тогда хотя вроде как математически стало чуть менее правильно ну убрали теперь вот здесь вот y и т y и т это у них выручка магазина и того ой или в этот день или или вы и там а и на самом деле там два индекса вроде должно быть это магазин жить и день но они кодируют все это в один вектор вот и соответственно вот здесь вот будет еще деление на какую-то цифру иногда это пять тысяч иногда десять тысяч ну и я это убрал а потом я поставил на двойку думаю о чем я двойка без всего ну и двойку убрал вот получилось у меня первая производная вот такое осталось а вторая стала просто единицей ну и я запустил сразу 450 место получилось ну то есть как бы и вот с этим же минимумом ну как бы да минимум не дифференцируем ну ничего страшного если как-то выкрутится может быть чуть-чуть нечестно то вот оно будет работать и еще мы имеем то что есть кластеризация кминс переписали функцию стоимости продифференцировали каким-то там образом ну и это что значит что теперь мы можем решить задачу кластеризации градиентным спуском это что это ЕМ это решение задачи классическим способом и видите 15 489 точка 85 1 1 и градиентным спуском то же самое но чуть-чуть хуже ну хуже там на какую-то вообще часть и сейчас надо пощелкать чтобы увидеть вообще слушайте по-моему даже визуально я не вижу ни одного экзампла который промазал по классу похоже даже отличие в положении центроида а в самой кластеризация неодинаковые вот ну и сходимость но сходимость естественного градиентного спуска более гладкая тут например после первого шага видно что после первого шага они уже в принципе лежат почти там где надо вот то есть какая-то небольшая коррекция дальше происходит поэтому всходимости по методу уже после первого шага мы почти в общем находимся и чуть-чуть корректируемся и выходим а в градиентном спуске мы вот на этот уровень попадаем не на втором не на второй итерации на четвертой итерации вот но в итоге все равно к десятой итерации мы находимся примерно на одинаковом месте ну и естественно градиентный камин за градиентным спуском почти никто не использует то есть это такой модельный пример вот но вообще одно место есть где его используют ну не конкретно организация а именно тип задачи можем придумать ну да естественно когда данных слишком много мы можем либо оценивать вот этим способом на батчах либо можем действительно по батчам решать его потому что даже по этим картинкам видно что ну примерно мы приходим за одно и то же количество итераций к одному и тому же решению вот ну и как бы это к чему все было к тому что ну как чему равно изменение параметров нам нужно идти к минимуму функции стоимости ну а какое кривое какое кривое расстояние ну что не понятно что придумать ты можешь что угодно что такое реально что используется я даже не вспомню ничего такого ночью дифференцируем тропию нет в обычном центроиде в обычном центроиде я понял о чем то есть так что так что то что мы берем средне архимедическое оно на самом деле завязано на инквитиво расстояние на самом деле еще если дальше копнуть оно на самом деле завязано на интегрирование по пространству то есть будьте здоровы среднее это интеграл по вероятности умножить назначение правильно определение математического ожидания вот и в случае когда мы решаем задачу коминс с эфклидовым расстоянием у нас получается вероятность по моему получается равномерно распределены все вот и поэтому мы просто делим вот но если пространство искривлено то есть например расстояние махланобиса мы знаем давайте раз кто-то не знает откроем его какой расчет это обобщение эфклидовой меры где здесь матрица ковариации и в случае эфклидового пространства эта матрица по диагонали имеет единицы во всех остальных местах нули если мы будем если мы нули оставим на месте а единицы будем менять то это получается что мы перезвешиваем фичи то есть до этого матрица ковариации можно было представить в виде какого-то шарика и меняя диагональ оно будет там эллипс либо так вытягиваться либо так а если мы начнем менять вот эти нолики то эллипс вытянется еще повернется ну то есть такое искривление пространства и вот при такой штуке уже да expectation maximization не очень будет работать там есть другие методы для того чтобы оценивать ну тоже ЕМ но чуть-чуть сложнее как оценивать и средний и матрицу ковариации в в принципе я вот это вот пробовал делать градиентным спуском но если бы оно получилось было бы удивительно оно не получилось и оно ну просто сейчас я может быть найду это эти картинки в принципе не не найду в общем там получалось так что а хотя сейчас еще одна из зазы двумерного гусиана на плоскости ну вот видите это вот как влияет матрица ковариации то есть если бы она была единичная то было бро ром ровная сфера так получается какой-то эллипс вот и когда я решал градиентным спуском с оптимизацией матрицы ковариации вот этот эллипс бесконечно сжимался бесконечно вытягивался поэтому тоже не получилось и поэтому есть что остается это и какие-то более сложные методы а вот я помню где-то это публиковал это в коменте уже посту вот это как камин с чем с чем наверно с какими-то ограничениями а вот здесь вот я ограничение не ставил видите эллипс сильно растянулся и в итоге вот эти вот элементы которые очевидно принадлежат этому кластеру они попадают в этот потому что он бесконечно растянут а этот может быть поменьше растянут но получается что вероятность этих принадлежать этому больше чем ну то есть не все можно решить поэтому я говорю что камин с градиентным спуском для нас это более модельный пример потому что дальше мы представим камин с видения рассетки вот но как бы одна задача действительно может решаться это обычный камин с когда матрица ковариации единичные фиксированные мы оптимизируем только мат ожидания а так вообще для этого для не дифференцируемые сложных метрик для камин со есть метод ками дойтс по он называется мидойт это не центр кластера а элемент множество данных которые наиболее близок центру кластера вот этот метод считается дольше чем ем потому что нам приходится на каждой итерации пробегаться по каждому кластеру искать такой такой элемент который минимизирует сумму расстояние до всех понятно зачем получается еще один цикл добавляется и все становится очень медленно но он работает то есть если какая-то совсем хитрая метрика есть и так вот это мы запомнили кластеризацию камин сам сейчас мы поговорим про радиально базисные функции и радиально базисные нейросети а потом после этого вдруг станет ясно как представить камин с виде нейросети вот и так есть еще такое понятие как радиально базисная функция эта функция которая зависит только ну у нее есть некоторые аргументы вообще эта функция зависит не напрямую от самого аргумента а от некоторого расстояния некоторые нормы этого аргумента ну и вот примеры могут быть как гауссин радио гауссин гауссовая радиально базисная функция но видите что вот он этот р он присутствует вот здесь вот и вот это какой-то центр он фиксирован и и мы подаем x вычисляем какую-то норму между ними и поставляем сюда и вам вообще вот эти все должны быть знакомые из свм они все очень похожи на ядра свертки вот ну и как правило норма это или вклиду или мухолонобиса и соответственно есть а вообще теория радиально базисных функций она довольно таки старая до 1950-х годов еще ничего нового нету новое только вот понятие радиально базисный нейрон и радиально базисные нейросети который появилась 1888 году люди пытались решать задачу прогнозирования временных рядов и до недавнего времени вот именно способ а ну как вообще временной ряд прогнозируется без рекуррентности а старым способом нейронными сетями то есть если есть к это последовательность мы берем просто вот этот хвост длины t это наш вход в нейросеть все очень тупо по сути мы решаем более сложную задачу регрессии по прошлому вот и как оказалось вот эта вот штука она лучше чем просто персептрон с точки зрения качества предсказания вот что такое идеальный базис неру нейрон теперь вот вместо сумматора мы подставляем нор вычисляем норму до некоторого центра а веса нейрона обозначают координаты этого центра в оригинальном пространстве и в качестве функции активации у нас выступает это вот радиальная базисная функция которая зависит от этой самой нормы ну и раз естественно он спокойно дифференцируем все нормально тут и из таких нейронов мы можем составить все те же самые нейросети что были до этого и они будут вполне также обучаться бэкпропом да и тут отступление в тот раз говорил вот может кто забыл как какой нейрон как как выглядит нейрон для задачи регрессии используя нейросеть ну как то есть алгоритм сломается на есть на циверна и вот у всех f от x равно их ну и от нее производная будет единица это единица подставляется во весь тот алгоритм и как бы все магическим образом работает так снова вот она это идентичная функция изображена и вот эта модель как раз 1988 года радиально базисной нейросети ну как искал можно составлять что угодно можно составлять один слой можете несколько слоев ну кости все то же самое просто поменялся тип нейрона и ничто вам не мешает комбинировать ну как в принципе здесь и скомбинированы нейросети из радиально базисных нейронов и а и обычного нейрона маккала капица ничто не мешает добавить сюда еще кучу других нейронов как можно в такой сети использовать неразмеченные образы ну если это стандартная проблема современного мира размеченных образов у нас очень мало они размеченных очень много взять facebook очень мало людей отмечает лица друзей на фотографиях очень много людей загружает просто фотографии не отмечая лица а ну да и ты же искал ну в общем поняли чем размеченных лиц очень мало но как-то можно использовать ну например вот здесь кластеризуем верно что делаем как связано с нейросетью в обучении с учителями можем использовать только те данные что размечены то есть допустим здесь у нас что он прогнозируем ну что в рамках регрессии остаться новый допустим допустим существ а это все допустим давайте здесь кочень регрессия softmax и размеченный образом естественно бы пробом прогоняем вот и у нас веса этих нейронов оптимизируется куда-то сходятся вот но мы их инициализировали случайным образом а может быть не случайно может быть тем способом что там реку написал ну как каким-то могли инициализировать но вот естественный способ который в контексте предыдущих слайдов напрашивается ну да предобучение но какое то есть каждый радиально базисный нейрон по сути вычисляет сначала расстояние от входного образа до некоторого центра получает одну циферку и эту циферку прогоняет через эту нелинейность и мы вот эти вот цель инициализировали случайного что значит размеченными вот все верно то есть взяли сначала то есть это вот и есть тот алгоритм который предложили кто там предложил вот этот вот эти вот дядьки они это в принципе предложили играть давайте сначала решим задачу кластеризации методом комминс проинициализируем веса модели вот эти теми кластерами которые у нас получились и зафиксируем все это и теперь просто решим задачу линейной регрессии понятно то есть пока еще не было бы пропа просто линейной игре я конечно можно сказать что линейной регрессии частный случай бы пропа вот ну и где-то в 2001 году появилась статья где в принципе то же самое говорит давайте проинициализируем комминсом но теперь уже мы решили не фиксируем и не решаем задачу линейной регрессии решаем бэк-пропом все то есть теперь у нас будут меняться в процессе обратного состояния ошибки не только вот эти веса которые в 88 году менялись а еще и вот эти вот подправиться и вот это все дело она называется файн тюнинг типа то то точная борт боль уточнить уточнение весов она будет появляться еще у нас есть миллион 10 миллионов картинок и 10 тысяч всего размечена мы кластеризуем пространство используя 10 миллионов картинок получаем какие-то хорошие кластера используя 10 миллионов картинок да получи получили c да а бэк-проп гоняем только на десяти тысячах ну тут у нас нет больше вот это как бы и дальше вы видите что много еще будет проскальзывать штука файн тюнинг но в более сложных моделях вот ну тут ссылки есть на эти статьи ну и надо как бы саму вот эту идею немножко финализируется rbf и мультилейр персектрон но это тоже лежит в основе свм а вероятность линейной разделимости возрастает при нелинейных преобразованиях вот ну это как бы естественно но все время ковера там она конструктивную тем что там еще и выводится вероятность того насколько она возрастает вот эта теорема критично для самих rbf rb радиал базис network тем что показано что если взять множество различных точек и выполнить вот это вот преобразование радиально базисной функцией том вот это вот матрица после преобразования она будет не сингулярно и для статьи 88 года это было критично чем это было критично подумайте да давайте вспомним как обучается линейной регрессии ну можно градиент спуском да и все будет проблем не будет но там есть обратная матрица брата матрица существует только для не сингулярной матрицы и вот вот этот вот дядька мечели показал что если мы выполним вот это вот преобразование то это линейная регрессия стопудово имеет решение потому что матрица не сингулярно хотя это могла быть какая угодно вот это будет не сингулярно не супер клевая она еще лет так 150 ну да просто ну реально она и они обращаются то есть например скалер ну он может быть даже ошибку не выдаст то что она не обратилась и я на самом деле даже не знаю как чё там скалер он делает может быть он находит столбцы удаляет например в пакете карет для r там есть прям функция которая возвращает все линейные комбинации столбцов и строк для того чтобы их удалил прям и индекс возвращает она еще даже говорит как какая такой зависит то есть например там а равно 2b плюс c минус 3 вот так и ты кого сможет кого по линии линейной комбинации взял удалил фич вот ну соответственно градиентным спуском тут никаких вообще пофигу как все будет кукла туда сойдется но в те времена решение линейной регрессии градиентным спуском не думали потому что да и часто статистики работают с данными там и каким-то астрономы могут работать с 30 экземплями вычитать какую-то статистику по ним поэтому там для них критичные эти 100 тесты которые асимпатические не асимпатические потому что часто приходится работать данными которых реально очень мало поэтому раньше-то и не задумывались особо что будет будет такая проблема там было 100 экземпляров ну взяли обратную матрицу проблем то сейчас уже по-другому так вот эта теорема критично для самих рбф то что после радиальном базе снова преобразования матрица будет не сингулярно ну проклятие размерности вам знакомо да поэтому работая с рбф и вот из этих двух предпосылок возникает желание как бы увеличить пространство то есть если у нас фич было там 3 а мы предполагаем что там как камин сам посчитали померили метрику и выяснили что у нас вообще кластеров как бы 10 получилось то в принципе рбф нас мотивирует на то чтобы сделать 10 этих нейронов и по сути мы увеличиваем размерность пространства и вот эти вот теоремы нам говорят что ну увеличивая никаких проблем нету вот но они с не стоит забывать что все-таки увеличивать надо не совсем сильно потому что проклятие размерность она как бы есть каминс каминс короче рбф сети вот ну и и и и мы дальше будем пытаться представить каминс кластеризацию в виде нейросетки и придется ввести еще одно понятие в искусственных интеллектах давно уже присутствует понятие победитель получает все или к победителей получают все это такой быть вычислительный шаблон из теории эволюционных вычислений который мотивирован тоже каким-то биологическими предпосылками вот она была описана сначала и в биологии и иерархические модели зрения хотя здесь вот ссылка на 99 год но вообще юбл и вейзель получили новинскую премию за иерархическую модели зрения значительно раньше там лет на 30 что ли раньше чем эта цифра вот потом модели внимания тоже из используя такой принцип очень много где это используется ну и естественно это все постепенно переползло в искусственные нейросети и вот на прошлой лекции там был такой слайд где а и винтер вот этот вот когда про после статьи минского про искусственный интеллект и забыли все немножко вот но часть людей продолжила изучать нейросети вот там был кухонен хопфилд мы со всем этим еще встретимся вот сегодня у нас будет кухонен вот эта сеть использует победитель получает все мы посмотрим сегодня еще расширяющийся нейронный газ странный алгоритм со странным названием мало чем математически обоснованные но работает вот и вот интересно что вот в этой вот статье вот в этой вот даже показано что ну идея вообще победитель получает сучит и про нее не сказал но как бы из названия все понятно что допустим если есть какой-то слой нейронов мы что-то вычисляем есть какая-то мера какой нейрон лучше чем другой из этого понятия лучшести но может быть как бы разное задано архитектором сети не каким-либо образом ну например к если делать камин сведения рассетки мы можем сказать что лучше тот кластер до которого расстояние меньше вот и соответственно в парадигме победитель получает все мы например возьмем и изменим веса только того кластера который ближе всего к входному образу реализация этого принципа и он может быть реализован очень по-разному потому что это такой именно мета алгоритм вот и вот в этой статье было показано что вот это вот этот вот парадигма видите получается все вообще говоря она эквивалентна нелинейности в нейронных сетях а если убрать нелинейную функцию активации но применить к слою идею победитель получает все то такая модель будет тоже универсальным апроксиматором вот и соответственно можно каминскую стерилизацию представить в виде такого вот слоя радиально базисных почти радиально базисных нейронов где вот тут находится некоторая мера до центра а вместо нелинейной функции активации находится просто идентичная функция но она здесь находится только для того чтобы быть проб работал формально как понимаете и нет и все это объединено в такой слой где при градиентном спуске будет обучаться только тот нейрон который выдал наиболее близкое расстояние соответственно вот можно вот такой слой по сути реализует и идею кластеризации комминс но это не так интересно если вам просто реализовываю идею комминс интересно то что вот эту штуку можно строить вообще куда угодно то есть вы можете взять вот эту вот этот google интептрон провести вот отсюда лигию там сюда вы куда угодно вообще и вот сюда вот ставить этот кластеризующий слой и как бы это даже можно как бы объяснить что это и не просто рандомное преобразование топологии графа мы например хотим чтобы вот этот слой учитывал какое-то распределение по естественным группам внутри данных вот ну для этого мы берем соединяем вставляем сюда этот кластеризующий слой соединяем стрелочками этот и этот и по сути мы передаем сюда информацию о кластерах которые находятся вот здесь то есть это вот к теме об извращенных топологиях вот и если брать то есть вот это она это все модельный пример мало кто это использует вот я натыкался на такое литературе а вот в практике используется более простая вещь свой кухни называется есть нейронная сеть кухнина есть самоорганизующиеся карты кухнина и вот в володя наверно вам рассказывал проекте флёрнинг там были сомы вот значит на инфопоиске они были вот они используют как раз таки вот эти сомы для кластеризации данных вот и и что такое слой кухнина это та же идея что вот в этом слое только теперь здесь нормальный нормальные нейроны нормальный сумматор вместо функции активации идентичная функция каждая из них выдает значение сумматора и y это это просто и есть победители получает все просто аргмакса от всего выхода от выхода всего слоя вот и мы как бы переходим от слоя кухнина к нейросети кухнина но для этого нам придется немножко поговорить про сжатие размерности фич экстракшен и манифолт лёрнинг но сначала задам вопрос и вот это вот идея всем понятно но довольно простая но спросите должен то есть как уже как работает этот слой понятно почему мы да действительно то есть ты например есть идея в одной статье описанная называется drop connect это когда мы не не полно связанные мультилейр персептрон делаем а на каждом слое мы в самом начале к перед инициализации всего делаем и случайным образом убиваем часть весов мы правильно убираем эти соединение линии из графа и вот если их убрать и начать писать бэк проф туда превращение вот это вот красивое перемножение с матрицами не получится но они как бы чтобы бэк проф работал по классической схеме они просто добавляют матрицу из нулей единиц и дело сначала линейное преобразование матрица на матрицу а потом еще раз умножают нам матрицу и из нулей единицы по и вот эти нули убивают те связи а они слышно наоборот пусть я сначала данные умножить на а матрица из нулей единиц умножается на матрицу весов а вот так она убивает часть весов а потом умножается на данные вот так это drop connect и ты вот после этого бэк проф работает потому что мы остались в идеологии в этом матрице туда матрица сюда вот ну и по сути дал правильно заметили сзади то что в этом случае нам просто домножить надо будет ну и вот этот слой то же самое что то только проще теперь здесь просто сумма они какое-то расстояние до некоторого центра если тут классические нейроны и так от каминца мы дошли до принципа победитель получает все и этот принцип лежит в основе нейронной сети коханина и нейронная сеть коханина на самом деле это тоже способ кластеризации либо это способ нелинейного сжатия размерности либо это способ манифолт лернинга в с точки зрения математики конечно все вот эти вот понять они наверное разные вот но для нас вообще говоря не все одинаковые то есть фичи экстракшен и кластеризация на самом деле для нас это одно и то же то есть как только мы сделали какую-то кластеризацию мы получили индексы кластеров и теперь мы можем это использовать как новые признаки для данных мы можем их сконкатинировать с оригинальными данными мы можем забить на оригинальные данные и использовать только их в дальнейшем обучении и все это вы можете спокойно реализовать в рамках нейросети то есть если у вас есть какой-то входной слой если вы хотите сделать кластеризацию эти признаки использовать только их использовать в дальнейшем то вы просто отсюда соединяйте со следующим слоем и обучайте нейросеть дальше если вы хотите чтобы сконкатинировать их вы дублируете x еще вот сюда то есть теперь у вас получается что вы вычислили кластера потом сконкатинировали и передали в следующий слой топологии можно варьировать как угодно вот что такое manifold learning можно представить что в каком-то в данном случае в двухмерном пространстве разбросано множество точек но большинство из них вообще говоря лежит на какой-то одномерной кривой и есть смысл попробовать найти эту кривую и тогда у нас пространство будет не двумерная одномерная где начало отсчета будет вот здесь вот координата каждой точки это вот проекция на эту кривую и расстояние отсюда до конкретной точки ну я говорю большинство точек у нас расположена на в каком-то подпространстве оригинального пространства ну да это будет и это это и будет потеря информации в процессе сжатия не ну с помощью какого-то нелинейного преобразования мы каждую точку проецируем на вот эту вот кривую вот да мы потеряли часть информации то что они теперь у нас не так сильно разбросаны идут ровно вдоль этого но если у нас там задача обучить какой-то классификатор с точностью до 95 процентов и после этого у нас он дает там 96 то ну все окей то есть мы потеряли часть информации но не так много чтобы перейти порог качества то есть для нас нелинейное сжатие размерности или не вообще просто сжатие размерности изучение этот manifold learning или это положить learning это когда мы пытаемся вот найти вот эту вот структуру под многообразие в оригинальном многообразии в котором лежат данные вот или или другой пример трехмерное пространство есть какая-то кривулина и данные ровно-ровно по ней расположены и в принципе ее можно развернуть не потеряв вообще никакую информацию вот ровную такую штуку то есть ну вот здесь вот они не пересекаются этот они на дне идут вот и если мы вот это вот преобразование сделаю с помощью вот этого алгоритма которая понять не знаю что это такое но картинка как бы красивая вот есть мы с помощью этого сделаем такое преобразование то мы потеряем 0 информации но мы окажемся уже двухмерном пространстве и так самоорганизующиеся карты кухнина или нейросеть кухнина они как раз этим и занимаются они пытаются найти такое под просто у вас вообще сейчас следующие четыре алгоритма они будут все посвящены как раз таки вот идеи сжатия размерности как правило нелинейного и потом в конце если будет время я покажу и спас из последних задач одну штуку и так самоорганизующиеся карты кухнина представим такую нейросеть где нейроны образуют некоторую структуру или решетку ну вот здесь вот это видно нейроны мы расположили в какой в какой-то топологии топология писали графом то есть мы точно знаем как какие связи существуют между нейронами то есть это один взгляд на нейросеть кухнина это как бы другой взгляд на нейросеть кухнина то есть как каждый нейрон на вход принимает оригинальную размерность ну видите вот то есть у нас теперь нету понятия слоенность у нас только один вот слой и в данном случае он образует двумерную плоскость но вообще говоря вы не ограничены этим то есть ну вы можете любую плоскость задать то есть вы сами задаете топологию пространство смысл всего этого из оригинального пространства вы преобразуете до данные в то пространство которое хотите и его вы задаете вот этой вот топологии это понятно то есть вы можете взять четыре нейрона и ваше там тысячамерное пространство преобразовать в четыре нейрона и ну по сути вы кластеризуете пространство на 2 в степени 4 классов и есть это будки сегмоидные нейроны ну вот и а ну да это уже даже сам алгоритм то есть вы априорно задаете некоторую структуру решетки используется метод к победителей забирают все то есть тут я даже не привожу по пунктам алгоритм потому что он состоит просто из тех структурных блоков которые мы уже знаем вот и веса нейронов обновляются последующей формуле этот член довольно таки простой берется входной очень чая скажу все это вот это сейчас все про это говорю вот этим все просто x это входной образ в оригинальном пространстве веса это тоже какая-то точка в оригинальном пространстве и вот этот член это просто расстояние между ними по сути и что вот это такое эта функция которая зависит от итерации на которой мы находимся от индекса нейрона который победил вообще и от индекса текущего нейрона в оригинальной статье там предлагалось так что нейрон который победил он забирает почти почти все то есть вот этот член будет довольно таки большой все кто рядом с ним топологически связаны то есть на этой картинке мы видим что топологически связаны с ним этот 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 но по-нормальному когда вы это там программируете вы имеете где-то в памяти какой-то граф который описывает топологию пространства в которые вы преобразуете и например удалив вот эти вот ребра у вас соседями останутся только вот эти вот вот а эти перестанут быть соседями и так для для этого члена а для этого нейрона он вот этот член будет самый большой для тех кто вокруг него там в первом круге друзей так сказать он будет чуть чуть меньше для тех кто во втором круге еще меньше мы по сути такой вот таким вот галусианом все это описывается то есть чем дальше теми чем меньше вот этот член и это как раз и есть реализация принципа победителя забирает все то есть этот например забрал один умножить на вот этот член эти забрали 0 5 умножить и так далее там следующие это функция от да это скорость обучения но эта функция от 3 до от и чем дальше чем больше итерация тем как правило еще меньше скорость обучения то есть она уменьшается со временем и также она уменьшается в зависимости от того насколько далеко находится текущий нейрон от нейрона победителя и это текущая это нейрон победитель ну как угодно то есть вы это сами знаете вот в данном случае да это топологическая часок а соседей ну и вот тут видно что этот забрал большую часть эти поменьше эти еще меньше эти вообще на 0 там забрали ну то есть это задается параметрами тем тем кто программирует эту модель ну и вот вы можете представить как это градиент на спуском обучается то есть мы а ну даже в оригинальной статье видите даже не градиентный спуск это просто похоже на дельта правило которое перцептрон обучается но по сути это как бы такой частный грубый случай градиентного спуска мы подали один пример вычислили к какому нейрону он ближе всего и произвели обновления ну и итерируем таким образом до сходимости можно там остановить когда это будет совсем маленькая и так далее в итоге мы что получим мы получим что у каждого нейрона есть вес в оригинальном пространстве вот ну и как бы с этим хотелось бы что-то делать и для этого существует несколько способов не вот самый распространен это как раз вроде вот в володе в поиске ты использует такая штука как you matrix вот где до каждому узлу ставится соответствовать число равное среднем расстоянии до его топологических соседей то есть топологические соседи это вот они расстояние задается написано расстояние допустим евклидово расстояние но вообще говоря здесь можно может быть любая мера расстояния как в предыдущих алгоритм этом d просто писал вы можете взять среднее расстояние и каждому нейрону приписать чиселку и потом кластеризовать это на самом деле вот выглядит как бы очень дико но вот на следующем примере увидите что это работает вот по этой ссылке можно пройти там и код и картинки что они сделали они взяли 39 показателей разных стран и провели такую кластеризацию то есть что они сделали взяли вот такую вот решетку то есть у каждого нейрона по 6 соседей гексагональная решетка как правило вообще на практике используется либо гекс и либо квадраты просто то есть взяли получается а вот это вот есть эти гексагональная решетка жда нет раз два три 4 5 6 7 ну да ну расстояние по диагональ а ну ну да верно ну вот они взяли в общем вот такую решетку затем что они сделали провели алгоритм обучения вот это для каждого из них вычислили циферку провели кластеризацию и нанесли сюда вот какая страна какому нейрону попала вот ну и видите цветом обозначено просто кто ближе к другу вот но это с точки зрения там показатели страны это доходы всякие ввп и все остальное вот а потом они вот это вот нанесли на реальную карту ну и по реальной карте уже видно что как бы смысл вот в этой вот дикой штуки он оказался оказывается есть то что канадой америка австралия примерно на одном уровне по доходам находятся то есть это не знает что как красная хуже там желтого то есть это просто цвет пластера то есть это вид видно что вот эти страны вас восточной европы а это не не участвовала видно что восточная европа это один кластер западная европа другой кластер африкой ну и в принципе нам это неудивительно то что африка и индия они друг а чем отличает а чем отличается жизнь здесь ну ну так а вот именно что у кого я конечно я не эксперт в этом но место с дилетантской точки зрения кажется что вот это отличается только тем что здесь дисперсия очень большая из-за того что есть пару олигархов все остальное население живет на улице без канализации а здесь есть пару военных диктаторов эквивалентного хутоит но это моя дилетантская точка зрения поэтому с моей точки зрения действительно одинаково вот но кто вот китай вот как раз таки довольно они на днях а сегодня новостях было они отменили правило один ребенок на одну семью так что скоро они будут до скорых будет еще больше с какой точкой ну не знаю я я вижу вот эти стабильки друг другу чем вот этим вот но может быть это на середине ну вот это то как алгоритм работает я на самом деле пока просто примеры не почитал когда-то давно и я это я не понимал как вообще вот это вот может что-то что-то найти мы вычислили какие-то цифры ки потом их пластеризовали вот но если как-то попытаться на пальцах визуализировать этот процесс то что реально происходит сначала мы раскидали в такую вот равномерную решетку веса и затем в процессе обучения нейроны топологические соседи они начинают представить себе в голове они начинают как бы друг другу приближаться вот так вот образуя такие как бы группки и вот я в том семестре хотел и в этом забыл добавить и это можно вот это можно визуализировать в 3d очень красиво это будет такая плоскость где будут такие пики вытянуты сейчас мы попробуем найти это в интернетах нет цитата отличаются ну потому что это просто это you matrix а это кластеризация комит кластеризует по я же говорю смотрите они как бы приближают друг другу вот сейчас вот кустеров никаких нету когда мы начинаем обучать эти точки начинают друг другу приближаться и мы можем кластеризовать по их весам ну да это просто это разные способы интерпретации то есть есть you matrix есть кабин кастеризации а можно то есть там википедии написано много способов вот валу володя вроде применяет вот этот слот вот в том примере применяли вот смотрите если развернуться это дело в 3d то чем выше тем смотрите каждому узлу ставится соответствие среднее расстояние до топологических соседей то есть вот это красная . значит что вокруг него довольно точки близки к ней то есть это значит что вот к этой к этой точке вот эти вот все близки а то что рядом с ней находится прям рядом находится синяя то есть мало это как это что значит это значит что что вот к этой точке все вокруг близки а к этой все не близки значит что вот это расстояние маленькая но действительно маленький потому что к этой близки все а к этой близко только это все остальные далеко а теперь представьте если это все развернуть в 3d получим но а это алгоритм не сойдется к такому решению вот если вот это развернуть получится что вот в районе вот этих красных будут такие пики а тут будут наоборот низины сейчас я попробую найти эту картинку но он сразу же вылезет вылазит картинка вот это вот которые в слайдах вот и вот что что делает вал володе у себя у них но эти флоринг это суть в чем что модель может быть не уверена в каких-то экземплярах и мы их отдаем надо разметку правильно вот но их реально очень много мы не можем отдать все это дорого соответственно мы берем все все данные и кастеризуем они получают такую штуку затем они берут каждый кластер а каждым кластером они считают вот этот пик то есть группу точек которые близки друг другу вот эти вот они друг от друга далеко поэтому они нам не интересны это это какие-то выбросы нам интересны только те которые сгруппировались во что-то они строят такую карту наносит на нее все свои данные и случайным образом сэмплируют из каждого пика экземпляры и отдают их на до разметку происходит до разметка и обратно в алгоритм обучения и потом перестройка всего этого процесса так кухонен кухонен ну в общем советую саптом зайти там описаны интерпретация всего этого дела то есть какие показатели использовались что они хотели выяснить и может быть вы найдете ответ на свой вопрос почему они одинакового цвета и вот нейропластичность я вам говорю что мы часто будем возвращаться к к этому понятию это так чисто напомнить что это это способ и способ изменяться способность мозга и способность нейронов синапсов изменяться под действием опыта то есть ну в тот раз я вам показывал что под действием опыта нервные окончания по сути синапсы которые соединяют язык с мозгом они преобразуются и помогают не видеть но как-то различать объекты на которые смотрят камера вот ну и существует синаптическая тут как раз тот пример и синаптическая нейропластичность или трансфер learning у нас будет позже в сверточных сетях а сегодня у нас такая идея как нейрогенез то есть этот процесс то есть пока процесс создания и и убивания новых нервных клеток то есть модель в биологии известны но вот ее пытались несколько раз перенести на модели искусственных нейронных сетей но вообще говоря успеха в этом у исследователей не путь не получилось особого мы рассмотрим нейронный газ расширяющийся нейронный газ я вам скажу еще название модели которая более современная потому что вот это это начало 90-х годов вот и может быть кто-нибудь этим когда-нибудь займется но как мое личное мнение я все-таки сторонник того что теория искусственных нейронных сетей она идет черпает постоянно идеи из биологии я считаю что вот это вот красивая идея она все-таки придет вот но все за как бы не не сегодня вот но давайте посмотрим как это все выглядит стоп серяющий нейронный газ да мы сначала рассмотрим модель расширяющегося нейронного газа потом уже к автоэнкодером сначала такие тезисы о том что это и потом и каждый тезис рассмотрим расширяющийся нейронный газ обладает свойством сохранения топологии и что это значит это значит то что мы не задаем решетку априорно то есть в модели коханина нам пришлось задать граф связи между нейронами то есть задать априорную топологию пространство потом они как-то там сошлись в группы вот но связи между ними как были так и остались естественно мы могли ошибиться в связях и топология пространства совсем не такая ну и как я уже сказал что в практике применяется там две топологии это гексагональная решетка и квадраты и маловероятно что все данные вообще лягут именно в такое пространство поэтому расширяющийся нейронный газ пытается решить эту проблему очень сомнительными способами то что как я вам говорил что математически в нем мало что интересного там когда будет слайд с алгоритмом там не будет никаких формул там будет просто перечислены пункты которые надо делать чтобы она работала вот он покажу визуализацию но он действительно работает дальше используя так такой такая штука как competitive хэбин ру это по сути смесь правила обучения хэба которые еще правил обучения хэба которые еще с книжки сорок восьмого года где если два нейрона активируются вместе то между ними надо как бы связь увеличить и вот это вот увеличить неизвестно что ну у каждой интерпретирует как хочет и смесь правил хэба и метода победитель получает все и и и вот этот я не помню зачем написал эти пункты давайте раз что такое более подробно competitive хэбин ру потом посмотрим что такое а вот в общем модель называется расширяющийся нейронный газ он как бы следует из простого нейронного газа и competitive хэбин ру вот и мы рассмотрим сначала это потом вот это вот и потом окажется что объединив эти два получится расширяющийся вот и почему газ на следующих слайдах а пока competitive хэбин ру пусть задан какой-то набор центров тогда будем выбирать случайную точку из набора данных из этого центра который мы априорно раскидали то есть пока еще мы находимся вот в похожей модели как и сеть кухнина то есть мы могли ошибиться в топологии поэтому ну мы пока мы так мы просто так раскидали по пространству теперь мы берем случайную точку из набора данных и и ищем два ближайших к ней центра и если ребра нету то соединяем их ребром получается к этому такая штука где серым обозначена области где данные реально есть вот в их статье вот в отличие от просто нейронного газа вот в этой статье реально там кучу матана там они теоремы доказывают о сходимости вот этого процесса ну нам это не особо интересно но кому интересно идите туда и на месяц вас затянет вот и и серого обозначенной области где данные присутствуют и математически это обозначают то есть вероятность сэмпла в какой-то точке больше нуля то есть сэмпла берутся только оттуда соответственно здесь вот это не было никаких сэмплов отсюда ничего не взяли и никаких ребер у таких вот не появилось дальше в этой статье с но это вот было введение в статью то есть я пересказал а дальше у них идет несколько листов матана где они рассказывают что на самом деле диаграмма варанова знакомы вот если взять диаграммы варанова и соединить их три линиями то получится триангуляция делоны и то что в результате вот это описанного процесса получится граф редюст делоны триангулейшн где редюст это значит что это будет подмножество то есть если взять граф триангуляции делоны то в результате этого процесса получится разбиение этого графа на подграфы оставить остальная часть статьи посвящена тому что это действительно так вот но мы это не рассмотрим то что нам смысле дано да только добавляем их пока не убиваем на нам даны кто только точки на вот на вход даны только точки которые мы случайно раскидали не вы мне смотри соединили это просто показано что такое триангуляция делона то есть в начале алгоритма мы его инициализируем просто точками без ребер а потом мы берем случайную точку вот мы взяли точку вот здесь вот мы ищем среди всех ближайшие к ней центр нашли вот эти два и соединили ребром в итоге мы получим вот это подможество триангуляции делоны которые по сути на которое будет натянута оригинальное пространство данных понимаете о чем если взять какое-то трехмерное пространство и внутри него построить вот такой вот торг но не заполненный точками просто поверхность то в результате и если раскидать точки по пространству ну например и хорошим хорошим ходом будет не рандомно брать точки стрида из 3d брать рандомно точки из набора данных ну чтобы например . не выпала вот сюда вот как здесь вопросы написано то есть не очень хотелось бы иметь вот это вот ребро здесь вероятность точек нулевая поэтому на сэмплируем просто из оригинальных данных это будут наши центроиды и начнем соединять в итоге получим вот такой вот каркас скелет на которые натянута оригинальное пространство вот по сути мы в результате такого процесса получим сжать ну да это даже это можно сказать нелинейное сжатие пространство пространство меньшей размерности ну например например можно это все разрезать давно я про это говорю а так и не делают я просто пример искал я говорю на практике даже расширяющийся нейронный газ не применяется то есть статьи были в начале 90-х годов они не выстрелили потом был была статья этом дальше скажу и соин и соин это когда self-organized incremental neural network вот но она тоже не особо выстава и сегодняшняя лекция посвящена именно тому что нейросеть неограничено вообще вот такой вот топологии мы просто можем придумывать что хотим вот и вот это все следует из каких-то априорных предположений от данных теперь ну и тут главное было понять что такое процесс competitive heaven roof это что он не просто выдуман для того чтобы аппроксимировать скелет тора он мотивирован какими-то биологическими вещами где-то выше он мотивируем биологии он мотивирован тем что нейрофизиолог хэб описал вот эти вот правила обучи обучение нейросети по сути мы им нейросети следует взяли процемплировали точку отсюда нашли два нейрона и по сути эти два нейрона это они активированы и по правилам хэба если они активированы давайте увеличим связь между ними дискретном пространстве где связь либо есть либо нет увеличить это значит ее создать то есть это идея тут в том что они не из ниоткуда а все таки как-то и мотивирована биологии пока нет нейронный газ почему он нейронный потому что в качестве вычислительных единиц выступают вот те самые нейроны которых мы уже второе занятие говорим а почему газ потому что в процессе эволюции модели учитываются только попарные взаимодействия ну вот они увидели в этом в этом тезисе аналогию с газом потому что когда физики рассматривают газ их интересует только попарные соударения частиц либо интеграл по всем и им по сути здесь тоже самое в процессе обучения мы анализируем только папа попарные взаимодействия нейронов вот а итоговая модель это по сути агрегация по всему тому что получилось и главное работает по тому же принципу что и нейросеть кухня но теперь решетка не задается как-то априорно и вот опять же я здесь не привожу алгоритм потому что вот это вот формулировка она вот именно в тех терминах которыми по и по идее должны были запомнить то что это камин с градиентным спуском где не один сосед получает все а к победители получают все вот но опять же и идею то есть это тоже как победители получают все то есть если вы пропагируете эффект от вот этого члена до конца то это получается все победители получили по чуть-чуть но победитель получил больше соседей чуть чуть меньше и так далее вот теперь что значит этот тезис что для каждой точки из набора данных адаптировать к ближайших соседей мы накидали случайных центров и мы теперь начинаем соединять их ребрами теперь мы их не просто соединяем ребрами тыкнули точку нашли два ближайших если ребра нет то соединили а потом адаптировали еще всех соседей то есть чуть-чуть приблизили к этой точке то есть теперь у нас эти точки не неподвижны в оригинальном пространстве а начинают чуть-чуть двигаться теперь мы что получили если мы раскидали точки например случайным образом где-то вот здесь вот вне подпространство в котором лежат оригинальные данные то в процессе обучения модели нейронный газ они постепенно сойдутся вот к этому тору то есть теперь нам как бы и не страшно промахнуться при инициализации вот но пока еще мы имеем некоторые ограничения ограничения следующего рода нам нужно задать в начале количество точек и вот идея расширяющегося нейронного газа это как раз избавиться от последнего ограничения от того что нам нужно знать количество точек теперь мы хотим кинуть пару точек на плоскость и чтобы в процессе какого-то эволюционного алгоритма они начали расти и расти и расти и в итоге обтянули оригинальное пространство единственное что мы зададим это какой-то верхняя верхнюю планку на количество этих самых самых нейронов ну и так этот пока просто алгоритм нейронного газа генерировать случайные центры по всему пространству начать процесс адаптации по сути это камин с градиентным спуском адаптируем адаптируем в итоге мы решили остановиться и построить топологическую аппроксимацию вот и теперь как можно добавить сюда нейрогенез но самом деле это не вопрос к вам потому что алгоритм какой-то у лютой как видим математики реально тут мало и даже если взять статью там по моему даже автором мартинес он и присутствует и вот здесь вот и просто в нейронном газе и в расширяющемся нейронном газе вот самый больше всего математики вот в этой статье это она посвящена больше тому что в процессе вот этого competitive heaven rule мы действительно придем к редюст делона triangulation а редюст делона triangulation это лучше это по topology preserving mapping то есть это такое преобразование данных которое лучше всего сохраняет топологию оригинального пространства ну как видите вот был тор и он и остался ну и вот давайте я сейчас по пунктам проговорю что что такое расширяющийся нейронный газ вам его не обязательно писать там даже ссылку просто приведу то что я писал он там моя реализация на крайне медленная но она использует из-за того что она использует не матрица на матрице преобразования а реально как хранит граф а мне это надо было для того чтобы визуализацию построить вот уж потом я по визуализации строил на этом на графизе эти пусть будут скриншоты процессы эволюции а потом просто в гифку их объединял это генерируются два случайных центра всего в начале у нас есть всего два нейрона с какими-то весами дальше идет такой большой цикл мы берем случайную точку из оригинального пространства данных и вычисляем два ближайших центра ну на первой итерации как ни странно и эти два и выпадут это два ближайших центра вводится такое понятие как возраст ребер то есть они хотят чтобы те нейроны которые то есть это по полностью следование двум правилам хэба если нейроны активируются часто вместе то между ними будет постоянная связь если они редко активируются вместе то сам эта связь удалится и чтобы ее удалить они вводят понятие возраст старые связи со временем удаляются новые продолжают существовать увеличить увеличивают возраст всех исходящих связей из нейроны победителя это s1 а s2 это второй победитель и вводит такую такую штуку как локальная ошибка нейрона по ее идея в чем чем больше ошибка нейрона тем больше вероятность того что в этой точке пространства нужно сделать сплит на несколько и это вот как бы аналог такой энергии которую накапливает потом происходит спин взял и раздвоился вот это вот и то как они пытаются реализовать нейрогенез затем происходит адаптация соседей в эту горитма куча гипер параметров и вот вот они а да вот первые два гипер параметра это скорость обучения нейрона победителей скорость обучения всех нейронов первого круга смысле топологических соседей вот как правило это больше это меньше то есть нейрон победитель сильно адаптируется все остальные по чуть-чуть адаптируются вот но теперь если вернуться вот к такому графу то есть теперь это будет сильно разреженный граф у которого куча ребер будет отсутствовать поэтому вполне вероятно что если эти два будут нейроны победителями это может быть соединен только с этим дальше между двумя нейронами победителями если ребра нету то ребро появляется и затем обновление возраст выставляется на ноль это как раз и есть реализация competitive heaven rule следующий гипер параметры и реально алгоритм очень чувствителен к этим параметрами на поэтому он как бы не особо выстрелил вот из-за того что их много и к ним чувствительно удаляются все ребра у которых возраст больше чем максимально возможный старые удаляются дальше это вообще хитро введено без всякого обоснования почему вот просто надо было не ввели если задается какой-то интегер лямбда если итерация кратно лямбда то давайте найдем нейрон который достоин того чтобы его разделить на 2 вот ну и вот этот пункт будет на следующем слайде раскрыт вот но он выполняется вот когда кратно лямбде и уменьшить ошибку всех узлов в d раз то есть на каждой итерации обучения какой-то нейрон сильно накапливает ошибку но в целом вся сеть чуть-чуть уменьшается то есть суммарная ошибка это и идея в чем что со временем сеть становится более стабильно вот а в тех местах где происходит накапливание ошибки будет происходить сплит и как вы увидите что во время сплита два нейрона делят ошибку родителя так вот что такое а там последний пункт был а ну и естественно либо остановка по каким-то критериям опять гипер параметрами заданная либо обратно сюда обычный мы обучаем в процессе обучения а гипер это тот что мы подаем в алгоритм которые влияют на те параметры которые мы обучаем соответственно можно сделать алгоритм который подбирает гипер параметры а у этого алгоритма могут быть свои параметры гипер гипер параметры ну и так далее и нейрогенез если шаг кратен лямда мы ищем юнит нейрон с максимальной локальной ошибкой затем мы берем 22 нейрона но у них как бы есть координаты а так сейчас юнит на берем нейрон у которого максимальная ошибка и ищем его соседу у которого 2 по величине ошибка но уже относительно этого и у них есть ребро потому что они соседи теперь мы это ребро разрываем создаем вот здесь вот новый юнит и аж ошибку вот этих вот двух делим на остат на ну-ка часть отдается ему ну ты как бы это реализовано вот здесь вот вот но и в процессе такого такого эволюционного алгоритма сейчас я вам покажу картинки как ни странно она действительно сходится и работает и я щас расскажу как это кодируется все так ну тут два типа визуализаций одна не очень интересная но представьте себе я сейчас открою побольше представьте себе две вершин то есть это это визуализация топология графа они независимо от того какие у них веса и красным обычно обозначен нейрон победитель вторым цветом обозначен его это второй тогда вторым цветом обозначен второй нейрон победитель я покажу как данные выглядят оригинально то есть это все происходит вот на таких данных то есть есть явно выраженные такие три гауссиана тут крест а тут квадрат дыркой вот так вот так в таком пространстве алгоритм пытается но так в таком пространстве работает расширяющийся нейронный газ и он пытается как бы их аппроксимировать сейчас вы ну давайте сейчас вторую картинку включу где совсем здоровая но видите одна одна связанная компонента очень большая вот и и там вот есть они а можно свет выключить еще я понял ну вот видите там вот они компоненты но они быстро пропали сейчас ну теперь у нас запись запись проживалась но это ничего страшного давайте потом включим запись а еще с по кадрам покажу это вот не самое интересное интереснее будет когда будет показано как эти точки находятся в оригинальном пространстве то есть это это же именно граф он постоянно скачет из-за того что графис оптимизирует как как каким-то функционалом ребра поэтому скачет сейчас я покажу как это выглядит в оригинальном пространстве не упала вот тут видно видите да две точки вот они появились это инициализация алгоритма а зеленая это сэмпл случайный вот скачет и вот помните там в графе постоянно был такой круг сильно связанный это круг вот этих вот компонент потому что они довольно таки близки друг другу и хотя бы одним ребром они до соединены так сейчас там там продолжение будет там просто скорость увеличится но будет подальше но постепенно видите одна компонента оторвалась стала здесь тусоваться ну да они в процессе должны оторваться но это что видите здесь они немножко пересекаются оторвалась ну вот как бы по идее вот надо было остановить его когда появились 55 разных связанных компонент хотя видно что вот это не смогла крест аппроксимировать а это круг смогла аппроксимировать так еще к этой гифка посмотрим что они на ней наверно еще более ускорено вот видите вот здесь очень много точек и вот он это вот тот самый большой круг потому что плотность здесь была самая большая и если вот при расстановить когда вот здесь вот связи связи нету то в принципе вы нашли все пять кластеров и мало того например вот здесь вот можно например как кодировать кластер номер один и вот видите пять точек это координаты по сути внутри кластера то есть вы можете кодировать это двумя цифрами индекс кластера и индекс точки внутри кластера и так в общем расширяющийся нейронный газ такой вот он забавный но к сожалению он не очень работает то есть вот на таких игрушечных данных он действительно нашел что хотел но говорю на практике она не работает хотя идея ну мне лично идея очень нравится то что их по крайней мере это был первый опыт когда кто-то попытался реализовать вот этот биологический процесс внутри нейросетки и в принципе в двухтысячных годах появились две вот такие статьи которые ты помню из токийский университет что ли тоже они попытались продолжить идею вот этого расширяющегося нейронного газа появились свои на свои мы даже пробовали буквы распознавать вот этой штукой которая вторая и она действительно что-то распознавала там сеть наращивала нейроны убивала нейроны вот но просто простой персептрон обучался и быстрее качество давал лучше вот но я лично надеюсь что когда-нибудь она все-таки выльется во что-то более интересное а теперь пару слайдов о том что действительно работает и очень круто работает то есть карты кухнина их используют до сих пор но ну все таки владимир это ред редкий случай который наше время используют карты кухнина вот про просто так получилось что на их данных это действительно круто работает вот но не у всех так получится расширяющийся нейронный газ вообще не работает а вот эти штуки не работают вообще всегда в когда будут сверточные сети он покажу про один пример как искать похожие картинки в в базе данных в которой миллионы картинок не делая full scan всей базы данных вот но это будет про сверточный но там все идея построена вот на таких вот автоэнкодерах поэтому мы рассмотрим два случая вообще что такое автоэнкодер автоэнкодер это простой мультилейер персептрон и до недавнего времени мультилейером он был как бы по стоку поскольку в нем был всего один скрытый слой ну а в наше время уже есть дип автоэнкодер и но о них будет как бы речь в другой раз количество входов и выходов равно количество размерности оригинального пространства и скрытый слой мы интерпретируем как скрытая это скрытое пространство признаков а кстати да почему hidden знаете есть такая hidden mark of model название а это как в каком ну вот и hidden mark of model на самом деле это старая модель она у статистиков существует довольно таки давно и восемь шестом году хинтон про нее уже знал и когда разрабатывался концепт многослойных персетронов обучающихся бэкпропом ну ему очень понравилась идея того что переменная может быть скрытая поэтому он назвал нейроны скрытыми это вот откуда пошло это hidden так вот мы пытаемся обучить такую модель которая проходя через преобразование вскрытый слой восстанавливает нам образ как можно ближе к оригинальному то есть это такой он супервайс супервайс лернинг то есть реально у нас метки нету поэтому по нормальному это он супервайс но мы переформулируем задачу для бэкпропа таким образом что это становится супервайс то есть теперь у нас смысле какой-то метрики мы хотим чтобы выход равнялся входу вот и в процессе обучения нейросети обучается скрытый слой и координаты в скрытом слое это вот есть как бы фичи экстракшен или как я сказал же для нас это равно фичи экстракшен и фолт лернинг то есть это либо вы можете сказать что это новые фичи какие-то которые не были известны до этого либо вы можете сказать что если оригинальное пространство было размерности 3 а мы преобразовали в размерность 4 то это координаты этого вектора в четырехмерном пространстве но как правило все-таки сжимают в более меньшую размерность но опять же ничто не мешает увеличивать размеры то что мы помним что при увеличении размерности нелинейной вероятность линейной разделимости возрастает а мы обратно преобразовали только для того чтобы ошибку распространить как когда сеть обучена мы про это забываем понятно это то есть это это как бы вся идея автоэнкодеров а варьироваться они начинают от того какие ограничения на сам автоэнкодер мы наложим ну и естественное первое что может прийти в голову это наложить либо l1 регуляризацию либо l2 регуляризацию либо вообще elasticnet комбинации и 1 и l2 это это будет два простейших видом и модификации автоэнкодеров также автоэнкодеры могут варьироваться с точки зрения функции стоимости то есть если у нас оригинальное пространство это действительное пространство то естественно сюда мы хотим скорее всего оптимизировать какое среднеквадратичное отклонение если оригинальное пространство это вероятность на распределение то наверное мы хотим оптимизировать с точки зрения кросс энтропии вот но в автоэнкодеры можно вложить немного более сложные ограничения например такая штука как динозинг автоэнкодер в нем и и модели очень простая идея будет на следующем слайде к оригинальному образу мы добавляем некоторый шум преобразуем вскрытое пространство но восстановить мы хотим оригинальный образ без шума ну и соответственно поэтому он динозинг то есть что он делает мы считаем что в каком-то двухмерном пространстве на самом деле наши данные наверное вот лежат в каком-то одномерном манифолде и но мы не знаем что когда придут новые данные мы в принципе не уверены что они в этом и останутся то есть этот выучить мы можем простым автоэнкодером без диноза но мы не уверены а что будет когда придет новые данные и мы хотели бы чтобы новые данные действительно вот проецировались на этот саб манифолд поэтому мы добавляем к оригинальному образу шум тем самым отстраняя его от нужного манифолда и в процессе обучения мы притягиваем эти данные обратно на этот манифолд ну шумы естественно тоже могут быть разные понятно что если действительно числом какой-то можем нормальный шум наложить мы можем просто обнулить часть элементов и попытаться восстановить оригинальный образ либо вот как он называется salt and paper это мы представьте черно-белую картинку и часть пикселей вы инвертируете но это вот и есть такой вот шум помните как я на том в той лекции показывал как работает регуляризация и на примере того что есть нейрон который соединен со всеми пикселями картинки всего да ну это вот пример а тут из такой же то есть какое-то оригинальное пространство данных размерности n на m к нему подсоединен так вот нейрон и если обучить не динозинг автоэнкодер то фильтры будут такие они вот очень похожи на то что у меня на той на тех сайтах было без регуляризации и когда я накладывал регуляризацию они либо они накладывают шум то фильтры получаются уже более четкие это они очень похожи на фильтры габбара которых как бы говорить про сверточные сети пойдет речь так ну давайте там ссылки внизу есть время идет поэтому ну тут и пример гауссовый шум и солтан пейпер теперь еще одна модель более более сложные ограничения накладываются на автоэнкодер допустим мы хотим получить такой код но по сути это наш кардин координаты фичи код нашего вектора входного допустим мы хотим его закодировать в бинарное пространство то есть мы предполагаем что наши данные наверное лежат в углах какого-то гиперкуба и мы хотим сделать такой автоэнкодер чтобы здесь были действительные числа здесь действительные числа а здесь были в основном нули единицы для этого нужно наложить некоторую регуляризацию на вот этот вот средний слой накладывается она следующим образом как бы так покороче все это сказать допустим мы хотим чтобы каждый нейрон сферой с какой-то вероятностью был один или ноль и чтобы чаще он был ноль чем один вот мы выбираем какую-то вероятность вот например там пять процентов вот и у нас получается есть некоторое распределение по скрытым нейронам ну и мы хотим чтобы такое распределение было ну вот как бы тут это все дело описано или все-таки придется прочитать этого подробнее господа давайте вы прочитаете боюсь это может затянуться на самом деле к целевой функции целевая функция это у нас вот которая меряет расстояние от этого до этого мы к целевой функции прибавим такой член который это вот он который приблизит распределение распределение активации вот этих нейронов к какому-то спарс образу к спарс образу такому что в пяти процентах случаях будут единицы а в остальных случаях будут нули это вот если своими словами на пальцах объяснить ну реально это вычисляется средняя активация получается распределение берется расстояние кульба халявера подставляется то что нам надо и то что получилось и минимизируется вот но только для среднего слоя давайте это тоже пропущу сразу картинки вот что у них получается тут уже например здесь вы видите штрихи штрихи на почти на всю картинку то есть это градиентные фильтры и вот каждый штрих измеряет измерение градиента по разные стороны штриха а здесь вообще все вы родилась какие-то точки то есть это значит что оригинальные данные можно представить виде какой-то комбинации вот этих вот точек вот и для тех кто когда-нибудь если вдруг проникнется идея автоэнкодеров есть но это прям совсем новая статья вариантов автоэнкодер там очень много матана очень много всяких статистических выводов и есть уже даже реализация для лозанны лозанна это одна из библиотек над тиана которая для deep learning вы можете пока думать вопросы